Необычно в этом спектакле все, начиная с пространства, в которое до этого зрители попасть могли разве что с экскурсией. Это декорационный цех. Оказываясь, здесь волей-неволей присутствующие попадают в особую атмосферу сотворчества. Камерность постановки – задумка режиссера. Все потому, что так созданная в 70-х годах XX века последняя пьеса Вампилова о человеческой судьбе еще интимнее и проникновеннее. Я на самом деле волнуюсь, потому что этот спектакль выпускался очень напряженно, и актерский, и технический. Что-то удалось, что-то нет. Я ожидаю понимания тем, я ожидаю какой-то трогательности от спектакля, чтобы он как-то попал в зрителя, чтобы зритель задумался. Герой спектакля – интересный мужчина, который мог бы пользоваться всеми преимуществами, которые предоставила ему судьба. Ломает и рушит вокруг себя все, что имеет. Конфликтует и в рабочих отношениях, и в личных. Его не радует ничего, и закономерно он приходит к бессмысленности своего существования. Казалось бы, свободный, оригинальный, общительный, не видящий в жизни никаких преград. Ведь все ему дается легко. Что же не заладилось в его жизни? Готов ли он осознать, оценить? Сможет ли он вырваться из замкнутого круга? Понять, чего хочет? Мы уже сплотились, получаем кайф от спектакля, есть какие-то свои шутки, какая-то импровизация здоровая. И просто хочется, если честно, чтобы все прошло сегодня хорошо. И на премьере, соответственно, тоже. Прониклись пьесой? Да, она для меня оказалась жизненной. И хочется, чтобы как можно больше людей пришли в театр, посмотрели, потому что она попадает куда-то в сердечко. Это спектакль-притча о жизни человека в условиях, когда нет большой цели. Интересные режиссерские находки, непревзойденная игра актеров, гениальная драматургия. В этом спектакле потаенные струны души будут задеты у каждого. Рекомендуем обязательно посетить. О страхах, убеждениях, установках, определяющих нашу жизнь и частенько делающих нас страдающими. Синяя борода – метафора. Образ главного героя – собирательный. Воплощение того кошмарного тирана, который для каждого свой, и чаще всего он внутри. В центре истории – женщина, женская судьба. И события, которые происходят в обычной жизни каждой женщины. Рождение детей, сватовство, свадьба. Но почему зачастую, проходя этот путь, женщины чувствуют себя жертвой? Размышления на эту тему визуализированы на сцене Рязанского театра «Кукол». Вы знаете, я когда-то мечтал поставить спектакль, спектакль «Балет, пластику». Вот так вот сложилось, что не удалось. Но я счастлив, что в нашем театре появился такой спектакль. Несмотря на то, что я очень люблю ту синюю бороду, которая была для младшего возраста, для детей. А это спектакль такой женский и в то же время такой мощный, и про нашу жизнь, и совершенно необычный. Спектакль без слов. А оттого очень личный, практически интимный. Каждый зритель слышит свою собственную историю. Мои впечатления замечательные. Мои впечатления оправдали мои ожидания. Это самое главное. А просто у нас самые лучшие артисты в нашем театре. И самые замечательные постановщики, которых мы приглашаем к сотрудничеству. Действительно, режиссер Анна Конен, музыкальный руководитель Артем Тульчинский, пластический режиссер Павел Фролов создали спектакль, аналогов которому на рязанской сцене не было. При этом обошлись полностью силами труппы Кукольного. Сложная хореография, вокальные партии, исполненные артистами. И даже музыку, написанную специально для спектакля, сыграли сотрудники театра. Все, что вы хотели сказать, удалось сказать? Да, удалось. И, конечно, я своих артистов называю подарок судьбы. Просто только в такой команде можно было так развернуться и столько себе позволить. За творческим процессом мы подглядывали пару недель назад. И вот как в песне «Волшебника» из знаменитого фильма Марка Захарова, из «Миража», из «Ничего» вдруг возникает чей-то лик и обретает цвет и звук, и плоть, и страсть. Каждый день мы сейчас набираем, набираем, набираем. И сейчас они уже входят в такую зону, когда они уже перестают заниматься хореографией, а занимаются уже смыслами. И, конечно, они плетут какой-то удивительный мир. Ну, я лично сижу немножко, у меня глаз наполняется слезами периодически, а периодически я как сумасшедший и хохочу. Не знаю, мне кажется, что рождается какая-то невероятная, трогательная, смешная и очень какая-то человечная история. Я очень доволен. Спектакль, несомненно, вызовет массу дискуссий и обсуждений. Кто-то, как наша съемочная группа, будет в восторге. Кто-то не поймет, в чем связь сказки Шарля Перо с действием на сцене. Таков путь смелого и яркого произведения искусства, необычного, новаторского и очень эмоционального прочтения всем известной, казалось, детской сказки. Но эстетическое удовольствие получит каждый, кто решится сходить. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Удивительное чувство на мгновение ощутить себя артистом, выйти на поклон лицом к лицу со зрительным залом, пусть даже пустым, а также пробраться в пространство над сценой, заглянуть в декорационный цех и гримерку, подглядывать за репетицией. Все это – 50-минутная прогулка дух театра. Интерактивная экскурсия, в которой аудиосопровождение в стереонаушниках чередуется с действиями по ходу маршрута. Главные действующие лица – сами зрители. Помимо того, что я проводник зрительский по закулисью, я такой же участник, как они. Моя задача – это не только провести, но и также пронаблюдать за зрителем, за его ощущением. Я смотрю за состоянием человека, я смотрю, в каком он настроении, я смотрю, запутался он, не запутался, участвует, не участвует. Я прекрасно помню свое состояние, когда я еще не принадлежал к театральному миру, когда я ходил в театр в первую очередь как зритель. Я вообще не представлял, что происходит за кулисами и что от моего образа раскрыто. Я это состояние прекрасно помню, и я прекрасно понимаю, почему зритель хочет на это ходить и хочет это посмотреть. Признаетесь, заглянуть в за кулисью хоть разок хотелось бы каждому. Таинственный и волшебный мир театра, где рождаются и живут истории, которые мы, зрители, видим уже ограненными на сцене спектаклями. Как происходят процессы там, до выхода на сцену? Запрос на экскурсии по за кулисью стал настолько настойчивым, что променад не мог не появиться. Я сделала променад по улицам города. Мне показалась, это вообще классная идея, что была бы бродилка, уже заранее бы прописанная. Никому об этом не говорила, но все случайности не случайны. В нашем городе оказался Сергей Сергеевич Юнганс, с которым мы общались, и он мне говорит, вот что бы ты сделала в театре, если бы можно было бы сделать все? Я говорю, ну, наверное, бы экскурсию в наушниках, чтобы было две ветки разнонаправленные, два маршрута, они бы пересекались, люди бы, придя на одну экскурсию, очень бы хотели попасть на другую, потому что они иногда видели бы других людей. Он сидит и говорит, а почему ты это не сделаешь? Зерно этого разговора попало в благодатную почву, и Екатерина села писать. Принимала предложение и редактура от других сотрудников театра, в частности, от Юрия Борисова, чей гениальный голос звучит на протяжении всей прогулки, делится с экскурсантами воспоминаниями, наблюдениями и статистикой. Актеры – это как раз зрители. Кто-то заходит на малую сцену, садятся на зрительские места. Какая-то группа, наоборот, встает и идет сразу на сцену. Кто-то плачет на большой сцене, кто-то смеется, кто-то начинает танцевать. Всегда у всех зрителей, у всех участников разные атмосферные настроения. Скажем так, они создают атмосферу спектакля, несмотря на то, что у всех один и тот же голос в наушниках, один и тот же маршрут, и все действия нами уже как бы запланированы. Осталось добавить, что билеты на променад разлетаются мгновенно. А к следующему сезону в задумке у создателей – новая экскурсия. Редактор субтитров А.Семкин